Добрый вечер, РФТОВ! Сегодня отвечу на вопрос, как сказать на иврите «Я знаю его, я знаком с ним». Материал предназначен для изучающих иврит на начальном и среднем уровнях. Мы уже знаем, что слово «знаю» на иврите – это «йодэа», но мы будем его использовать не всегда. Сейчас на примерах, когда мы его будем использовать «Анахну ло йодим эйфо ги гора». Давайте переведем. Мы не знаем, где она живет. Здесь нормально использовать слово «йодим» – «знаем». Следующий пример. «Ги ло йодат лихтов иврит». И хочется перевести «Она не знает писать на иврите», но мы заодно запомним, что слово «йодэа» можно еще переводить как «умеет», «умею». Поэтому у нас получится корректно перевести «Она не умеет писать на иврите». Следующий пример. «Гу йодэа англит». «Гу йодэа отта тов». «Он знает английский». «Он знает ее хорошо». Слово «английский», «англит» – слово женского рода. Поэтому «Гу йодэа отта». «Ота» – это «её». «Он знает ее хорошо». Пока у нас никаких проблем нет. Слово «юдэа» – «все нормально». Но я хочу сказать на иврите. «Я знаю Дину». И то, что приходит в голову. «Они йодэа от Дина». И это неправильно. Нельзя так говорить. Слово «юдэа» – «знаю», но в классическом иврите «юдэа» – это «еще познает». И, например, если будет сказано, что он познал свою жену, имеется в виду, что он вступил с ней в сексуальные отношения. Он познал «её». Так воспринимается слово «юдэа» в классическом иврите. И в современном языке в том числе эта традиция осталась. То есть это слово не используется для передачи мысли, что я знаю кого-то, когда речь идет о человеке. Потому что получается, что я как бы его сексуально знаю. И это плохо воспринимается. Это не значит, что вас обязательно поймут неправильно. И вас поймут. Но мы будем учиться говорить на иврите, чтобы было изначально все правильно. И еще раз. Слово «юдэа» в значении «знаю человека», «знаком с человеком» мы использовать не будем. А как я скажу «я знаю Дину», я скажу «они макир» от Дина. То есть в этом случае, когда я знаю человека, я знаком с человеком, я буду использовать слово «макир». «Макир» знаю, знаком. В форме женского рода «макира», во множественном числе «макирим». И если мы подчеркиваем, что речь идет только о женщинах, знают, женщины или девочки, мы скажем «макирот». Неопределенная форма. Узнать, познакомиться. Леокир получится. Леокир. Давайте предложение рассмотрим. «И макира» от Даниэль. Она знает, здесь винительный падеж, кого что. «И макира» от Даниэль. Она знает Даниэля. «И макира ото мизман». Она знает его давно. Теперь вопрос. «А тем макирим эт Илана». «А тем макиримута». «Вы знаете Илану?» «Вы знаете ее?» Давайте ответим. «А тем макирим эт Илану». Там была у меня Илана, здесь Дина. Ну, неважно, я напишу здесь Илана. Я ошибся. «Анахну макирим эт Илана». «Мы знаем Илану». «Анахну макирим ото». «Мы знаем ее». То, что приходит нам еще в голову, когда мы переводим дословно с русского языка на иврит, мы хотим сказать, например, «Анахну макирим им Илана». К примеру. «Мы знакомы с Иланой». И так на иврите не говорят. Предлог «им» для построения фразы в этом случае не используется. То есть мы запомним, что на иврите нужно строить фразу «Мы знаем» и дальше «имя». «Мы знаем Илану». Мы не будем строить по-русски фразу «Мы знакомы с Иланой», чтобы себя не запутать, чтобы не было у нас проблемы с переводом. Неправильно сказать «Анахну макирим им Илана». Мы скажем «Анахну макирим им Илана». «Анахну макирим им Илана». «Мы знаем ее». «Мы не будем говорить «Мы знакомы с ней». По-русски мы не будем так строить предложение, чтобы случайно на иврите не сказать «Анахну макирим им Ита», как хотелось бы сказать. Но это неправильно. В иврите это воспринимается как ошибка. Мы не будем говорить «Анахну макирим Ита», мы будем говорить «Анахну макирим Ота». «Мы знаем ее». И еще слово «Макирим» может переводиться в обычной речи, в современном языке, как «Знакомы». Если я скажу «Анахну макирим», можно понять, что «Мы знаем», а можно понять, как «Мы знакомы». Так тоже можно понять. Я надеюсь, это было несложно и понятно. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. Под видео находится ссылка на каталог. Это поможет вам разобраться в обилии материалов. Литраот. До свидания.